Караван-сарай На самом деле караван-сарай были старой версией современных отелей и хостелов. С тех времен, когда шелковый путь проходил через Иран, осталось много караван-сараев, и некоторые из них превратились в туристические достопримечательности. Одним из таких караван-сараев с уникальной архитектурой является караван-сарай Дер Гачин. Дер Гачин расположен в 65 километрах к югу от Тегерана, в самом сердце национального парка Кавир. Окружен такими пустынными деревьями, такими как Тамариск, растущими в соленой почве, и предлагает прекрасный вид на гору Дамаванд. Факты говорят о том, что этот караван-сарай площадью 12 тысяч квадратных метров восходит к эпохе Сассанидов, то есть он был построен 1500 лет назад. Поблизости расположены и другие сооружения, такие как караван-сарай Гели, которые превратили это место в историческую достопримечательность. Продолжение следует... Это место известно как мать всех иранских караван-сараев, из-за наличия различных объектов, таких как мельница, мечеть и магазин. Структура этого караван-сарая содержит 4 эйвана, веранды, и восходит к Сассанидской эпохе. В здании имеются 44 почти одинаковых камеры. Вход в комнаты оформлен небольшими куполами, которые раньше работали как теплоизолятор. Продолжение следует... 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 Это сооружение было названо Дейр-Гатчин, потому что оно имело гипсовый купол. Материалы, используемые в Дейр-Гатчин, это кирпич, известь, саман и штукатурка. Камень используется только в мельнице, мехрабе мечети и верхней части ворот, которые сейчас уже не существует. В конструкции не использована древесина, и в камерах нет дверей и окон. Но, по-видимому, ворота, от которых сейчас не осталось никаких следов, были деревянными. Но караван-сарай еще более интересное место в ночное время. Наблюдение за Млечным Путем и звездами вдали от городских огней может быть прекрасным и незабываемым впечатлением. И у нас была возможность наблюдать это прекрасное явление изнутри караван-сарая. Метеоритный дождь Геменит. Один из самых зрелищных и известных метеорных потоков, за которым поклонники ночного неба любят наблюдать во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok